Здравствуйте дорогие друзья, здесь Техноенот и его команда. Продолжаем наш мини-сериал и рассказ об участниках 5-го Петербургского парада ретро-транспорта. Это история о автобусах ЛАЗ-699Р. Предсерийный выпуск междугороднего 41-местного автобуса ЛАЗ-699Р начался в 1978 году, а с 1983 года его производство стало массовым. Базовой моделью для ЛАЗ-699Р был автобус ЛАЗ-695Н. До 2004 года, пока продолжалось серийное производство этого автобуса, он не раз подвергался модернизациям, но при этом кузов и основные агрегаты оставались прежними. Автобус ЛАЗ-699Р первых выпусков можно отличить по алюминиевой фальшрадиаторной решетке на передке, а самые ранние машины имели москвичевские прямоугольные фары и маленькую квадратную эмблему с буквой Л внутри. С 1981 года фары заменили круглыми, а эмблема стала выглядеть как большая буква Л в круге. В 1989 году на автобусах ЛАЗ-699Р упразднили водительскую дверь в левом борту, а также перестали устанавливать алюминиевую фальшрадиаторную решетку. Для особых заказчиков на экспорт, для высоких госучреждений и богатых предприятий автобусы ЛАЗ-699Р выпускали в исполнении люкс. Отличительной особенностью таких автобусов было обилие внешних декоративных деталей из черной пластмассы, фальшрешетка радиатора, колпаки колес, воздухозаборник на крыше, а также передний бампер со встроенными противотуманными фарами. В Ленинграде, Санкт-Петербурге автобусы ЛАЗ-699Р активно эксплуатировались на коммерческих, внутриобластных и междугородних маршрутах вплоть до начала 2000-х годов. Представленный автобус раннего серийного выпуска принадлежал организации в Гачинском районе. После продажи в частные руки он продолжал работу в качестве заказной развозки. В частности, он обслуживал некую организацию в аэропорту Пулково. Позднее автобус был перепродан автошколе, где на нем обучали молодых водителей автобуса. С 2017 года этот ЛАЗ приписан к учебному комбинату пассажир автотранса. Второй автобус-участник парада 1993 года выпуска первоначально работал служебной развозкой на одном из заводов Ижевска до лета 2016 года, когда был приобретен для коллекции Петербургского музея автобусов. Автобус своим ходом преодолел более 2000 километров до нового места базирования. На сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Оставайтесь с нами. С большим приветом из города Герой Ленинграда. До новых встреч, друзья-товарищи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok